Меньше чем через месяц в Верхневилюйске стартует главное спортивное событие Республики этого года. 20-е юбилейные игры Мончары. Они соберут спортсменов со всех районов Республики. Огонь игр зажгут 6 июля. А пока в селе идет подготовка к соревнованиям. Она уже вошла в завершающую стадию. Спортивные объекты готовы на 80%. По большей части строителям осталось только устранить недочеты и замечания регулирующих служб. С места событий передает Вера Павлова. За последние три года администрации муниципального образования села Верхневилюйск проводится работа по благоустройству. Строятся новые скверы. К играм Мончары наслега Верхневилюйского района построят свои скверы в районном центре села Верхневилюйск. Эти скверы будут показывать особенности каждого наслега. Население нашего Улуса поддерживает подготовку к проведению игр Мончары не только финансово, но и физической помощи. Также мы устраиваем субботники, массовые выходы. В многофункциональном спортивном зале на верхнем этаже будет размещен зал для занятий боксом, а также тренажерный зал. Сейчас идут завершающие работы. Ну, задержка, но будет, наверное, у нас установка оборудована для сплошеных и инвентарей. Хотя уже деньги поступили, заявка сделана, и мы думаем, если придет, до Мончары Игоря, я думаю, мы успеем все это. В целом-то мы с помощью нашего, так скажем, правительства, нашего Илдархана, главы республики, все работы, ну, срок и деньги по финансам, то все решили. Подрядчики работают хорошо. В этот день наш УЛУС посетила делегация из Ангинского УЛУСа во главе с заместителем главы УЛУСа Дмитрия Иванова. Делегация побывала на строящемся мини-спортивном стадионе школы номер один имени Исидара Барахова, где будут проводиться соревнования по отдельным видам спорта. Подпечатлением мы тоже запланировали в этом году, ну, как бы, внести к изменению проекта. Ну, хотим свои хотелки, да, что нам тоже нужен такой мини-стадион. Ну, вот это пример того, что сегодня мы будем получать совершенно здоровых, красивых, хороших наших детей, которые будут приобщены к спорту. Для лучшего освещения игр Манчары на всю республику для осмотра места проведения игр приехала рабочая группа национально-вещательной компании САХА. Телекомпания планирует проводить ежедневные прямые трансляции по всем видам спорта. Мы с организаторами сегодня разрабатываем схему расстановки партикабли. И на сегодняшний момент, в общем-то, мы довольны организаторами, что они идут к нам на встречу. Буквально 3-4 дня назад здесь был только бетон, а сейчас футбольное поле. Строительство идет такими темпами, что во время подготовки этого материала здесь могут играть футбол. Ну, трава боится одного. Единственное, ее недостаток, она боится вандализма. Вот и все. То, с чем мы сталкивались, нельзя разжигать костры, резать, кататься на машинах, велосипедах. То есть, ну, естественно, элементарный уход. И это будет лежать не просто годами, это будет лежать у вас десятками лет. Трибуна рассчитана на 3000 мест. В данное время работы завершены на 85%. Укладка дорожки вот начали с той стороны, вон до туда дошли, и сейчас погода мешает. Нам не знать температура, не меньше 20 градусов. Из-за этого, вот мокрое, чтобы качественно было, пока работу переостановили, ждем погоды. Обещает на этой неделе. То, что улучшается, наше село на глазах преображается. Надеюсь, что тем мы должны сохранять. И после Игорманчары тоже будем стараться, чтобы наше село, наш район был еще краще, еще лучше. Будем к этому стремиться. Через 25 дней один из великих спортсменов нашей республики поднимется по этой лестнице факелом на руках и сожжет огонь 20-х юбилейных Игорманчары Гера Павлова, Александр Адамов. День за днем, Верхневлеск.